Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Христос воскрес. Воистину воскрес. Номер 491. События дня. 1 Коринфянам 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 16.04.2017 года. Вчера 16 Пасха была, первый день воскресения. И отчет за этот день. События были какие. Всего, ну то, что много было звонков, поздравлений, по скайпу, по телефону, везде. Ну и мы сходили, даже ролики выставили, ходили, два храма были, в соборе. В этот день, первый день Пасхи, разрешается всем звонить. Я там тоже маленько дергал колокол, позвонил. Но что хотелось сделать, никак не решился. Сверху, как мой день, прокричать, чтобы людей издавать на молитву. Ну, думаю, это попортило дело, потому что это собор, и как власти отреагируют, и митрополит непредупрежденный. Я не думал об этом. Ну и так, фактически-то я не сделал до конца, что хотел. Ну, потом можно будет поговорить дальше. Хотел надежду тут поставить. Меня спрашивают, почему вдруг вчера вечером не стало у нас вечерней молитвы. Я хотел, чтобы она пришла, и она знает, вечернюю, там, как это, по-старообрядчески пропоет, она поет. Но она провозилась там с гликерия, это я опоздала, и поэтому все, просто сорвалось. И теперь, где у меня это, что-то я где-то вставил, а вон, где-то черненькое вверху, дай-ка сюда. У меня есть молитвослов, где все есть. Ну, по молитвословам уже православное. И вот этот молитвослов, если можно, даже чуть-чуть показать хотя бы. По благословению, Святейшая Патриарха Московская, Вся Руси, Алексей. Ну, никто не знал, что это будет первый Алексей. Вот оно где. Это Наталья Приходько подписана, она его оставила здесь. Не знаю, может, я ей подарил как раз. Ну, хороший молитвослов, но не такой большой. Что-то тут у него. Где-то, даже не вижу ничего. Сколько цифра? 191. 191? Ну, мелко-мелко-мелко написано. Вчера разобрали, тут мы посмотрели, только считать надо. Молитва на Истреводе, цветной, на Пасху. Что считать-то? Я не вижу. Эти по-славянски не могут мои братья здесь. И она припоздала. И я отошел, сказал, ладно тогда. А теперь выступил там Сергей Игнатов и говорит, вы же не бойтесь все время. Вы Игнатий показал, как тянуться за ним. И начинаете трудиться теперь самостоятельно. Видишь, как хорошо получилось. А сегодня утром у нас батюшка приезжает, потеряет на два храма служит. И полную пасхальную службу постараться записать надо. Вот события-то основные какие были. Все, поехали. Вот я и пообъясняю, почему Сергей говорит. Ну почему? Я сходил. Я сходил Бога за ней. Она же замедлила. И нам лучше отказаться. По-церковно-славянски никто толком не может читать. А я буквы не вижу. Полагаю, что и наутро надо отменить, и совсем отменить. Пасхальное мы не потянем. Пусть в интернете поищут и прицепятся к их богослужению. Или ходят в храм, или сами по молитвослову читают. Мы не готовы. Ни утром, ни вечером больше не будем молиться по скайпу. Все. Это задержка Надежды Васильевны побудила меня прийти к такому. Тем более ребята могут скоро уезжать. И мы показали как. Михаил Кальмаев пишет. Христос воскрес. Воистину воскрес. Слава Богу за вас, Игнатий Тихонович. За брата Сергея Козлова. Братьев и сестер общины. Почему мы показали, что Сергей с мамой написали заявление о принятии в общину в Потеряевку? Я просто от удивления и радости от этого решения Сергея. О желании вступить в общину просто рад и до слез. Бог как. Спаси тебя Христос Сергей. Сергей Игнатов. Украина, город Углидар. Юрист. Христос воскресе. Если Богу угодно, то у меня тоже есть воля написать заявление о приеме крестовозвиженскую общину РПЦЗ в качестве оглашенного. Я считаю, это ответ на молитву. Мы молимся об этом каждый день. Вас я вижу как единых и родных мне по духу, а в тебе трудолюбивого, энергичного, в Боге православного проповедника, у которого, как у апостолов, мудрость и дар Слова Божьего. Аминь. Вот которые недорогие, они еще скажут, зазомбировал, больше ничего, то есть ничего не понимают, отшибленные мозги у попов, которые нападают. Мы просто молимся, ну зачем нападать, это же от зависти все делаете-то. Вам никто такого не напишет. Ксения Юрова. Христос воскресе. Воистину воскресе, Ксения. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляем вас и братью с праздником праздников. Желать ничего не будем, ибо все исполнено. Смерть попрана. Христос воскресе. Чего же желать? А истину так. Там старик какой-то подписывается, и он новую тему образовал. Пасхальная идет тема. И он прям рядом другой образовывает, это у нас написано в уставе. И я уничтожил эту тему и сказал, ты пиши в эту, а о Пасхе-то зачем? Просим не нарушать правила всего форума, но хорошо с ними ознакомиться. По общему поиску легко найти тему, куда можете записать ваш материал. Здесь же о Пасхе речь, и в самой первой странице эта тема. Напишите в уже имеющуюся тему. Новую создавать не рекомендуется. Да и все, закон дальше. Сергей Игнатов. Христос воскресе. Воистину воскресе. Как будут или как проводятся праздничные дни на Пасху в Крестовозвиженской общине? Ну как они проводятся? Богослужения в Крестовозвиженской общине, это в Барнауле. Тут у нас все это показано. Мы выставили. Дальше что? Приветствия, обед, трапеза, концерт детский-то и разъезжается по домам. Каким будет причастие или участие в этом празднике ваших прихожан и духовных чад, находящихся за пределами Барнаула и поселка Потеряль? У нас таких и нет. А где бывает, у нас разрешено разные храмы, где Московский Патриархат есть, ходят. И у нас никогда вопрос такого не возникает. Пока смотрим ваши видеозаписи и ими довольствуемся. Спаси Христос. Ну больше у нас ничего и нету. Ничего. Видишь, как интересуется. Александр Марьясов. Воистину воскрес. Дорогой мой Игнатий Тихонович, а по этому вопросу, брата Сергия и Татьяны Ильинишины, я уже ролик посмотрел. Ролик, наверное. Ролик посмотрел. Я тоже считаю себя представителем общины и потом живу и веду и выгляжу соответственно всем вам. Вот так. Александр Андрусенко пишет. Христос воскрес. Считает себя представителем общины. Видите, сколько у нас людей новых. Александр Андрусенко. Христос воскрес. Поистину воскрес, Александр. Молю Бога за вас, Игнатий Тихонович, прося Господа направить стези ваши на путь, ведущие ко спасению. На стези ваши на путь. Но тут можно задуматься, о чем он говорит. Мы на этой стезе давно идем, полвека. Или имеет в виду, что мы все заблудились, а ему истину какую-то Бог открыл. Я не знаю, что он в это вкладывает. И еще благодарю вас всякий раз за все то доброе, что Господь через вас сделал для меня. И я вас благодарю, Александр, за все доброе, что вы сделали для нас. Вы очень многое сделали для нас. Игнатий Лапкин. Желаю всем мира и радости во Христе Иисусе. Колоссянам 3.1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит одесную Бога. Это так как поздравление. Дальше. На видеоролик Артура. Игнатий Лапкин, секта Игла, 15-й. Вот такая секта. И там Сергей взял и выставил в скайпе, где разговаривает. И вдруг находит Рустам какой-то и говорит. Что я могу сказать про этого несчастного, недочеловека? Все, что не по образу Божьему, то отвергает истину. Вот такой ответ сразу же дал Рустам. А Сергей Пупков? Ты про кого? Рустам. То есть он не знает еще. А Рустам отвечает. Наступило время уже, когда люди говорят на белое черное, а на черное белое. А он говорит, я сказал это про что? Про создание из видео секты Игнатия Лапкина. Это секта так называется. Ролик называется. Вот этот Артур, который написал. Проблеск света называется. Ага. Сергей Пупков. И что там? Кто этот несчастный, недочеловек? Недочеловек это, видите, унтермеш. Это взяли от немцев тоже. А Рустам отвечает. А мне показалось, что он плохое говорит на общину. А потом включил, так он наоборот говорит. Я ошибся. Дальше. Сергей Пупков. Мне тоже показалось. И вдруг Австралия вступает. Легко оказаться недочеловеком самому, если поспешить. Пошло дело Рустам. Отвык от видео. А подписана была секта Игнатия Лапкина. Сначала не посмотрел, так как уже сразу неприятно стало. А потом включил и понял, что наоборот. Да. Вячеслав. Сырахов 5.33. Не будь. Сырахов. Вообще это сказать. Вячеслав. Так что, сразу же подключился. Не знаешь даже, сколько заступников, сколько друзей. И они между собой это увидел. Там разговор ведут. Сырахов 5.33. Не будь скор языком твоим. Рустам сразу ему. Тоже верно. И Сергей подключился. И Акова 19. Наши люди какие. Это не те, которые у кого-то там есть. Они мгновенно вникают в Слово Божие. Они как будто сидят возле ног Христа и отвечают. Итак, братья мои возлюбленные. Всякий человек да будет скор на слышание. Медленно гнев. На слова. Медленно гнев. Рустам. Аминь. И тот же Белоруссия подключается. Андрей Рогачевский. Аминь. Вот. Москва. Вячеслав. А будут ли сегодня занятия? Пупков. Я готов, пишет Вячеслав. Сейчас. Сергей Пупков. Нет. Как обычно. 18.00 по нашему. Около. Вы 14.00 по московскому времени. Москва. Вячеслав. Вячеслав. Рустам. Слово Божье человека держит в строгости. И порой калибруешь по неволе. Автоматически всех людей под одну гребенку через слово. И особо не разбираешься кто там и что сказал в видео. На самом деле многие верующие православные христиане даже Библии в руки не берут. А только разглагольствованиями занимаются. И это прискорбно. Галина Влеська. В навокузнец. Вячеслав Воскресе. Вячеслав Воскресе, Галина. Братья. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за оперативный ответ. Что бы мы все делали без вас? О, как. Скопировала мне немного, отредактировала синтаксис Игнатия Лапкина. Иглы, иглы. Синтаксис иглы. Без обидок. Без обидок выставила на фейсбук священникам. Видимо, очень малоталантным. Крестящим положением в огроб. То есть научились, чтобы опрокидывать на спину. Я такого еще не видал. А то уже дошли до последней точки выходят. Но поняла, что им это... Это не надо. Вот это поняла правильно. Это не надо. Им лишь бы где-то что-то сказать и показать. Они бесталанные. Живет только этим, не работает. Он привязывается везде. Есть же люди со сгоревшей совестью. Да. Так почему они не могут быть среди наших священников? Так я особенно много их там скажу. У Максима Степаненко толковая информация. Но подписчиков больше у православных клоунов и любвистов. Прибывая в радости от того, что про истинное погружение почитают хотя бы и другие грешники. Никогда не буду опускать руки. Хотя так искушают слово о бисере перед хрюшками. О, как! Так, работа непочатый край. Молюсь о вас всех каждый день. А у нас вновь чудо семейного масштаба. В 0055 на Пасху 2017 года родился мальчик в моей внучатой племяшке. Предыстория такова. Акушер ставил первый срок с 07.04. Второй... 10 апреля через неделю, а то он говорил, когда родить. Говорю племяннице. Настя, давай помолимся Богу, чтобы роды перенес на Пасху. А там еще три дня. А 13.04 с плюсом всего три дня до Пасхи Христовой. Помолись, помолились с ней и ждем. То есть ребенку сказали, ты подожди пока не стучись, не заходи. Результат получен. Благодарим Бога за непрекращающиеся милости Его к нам, грешникам. Господь укрепил родственницу в вере. А роженница наша на крещение рождена. Бабушка моя всех деток, своих деток пятерых, выживших, родила в праздники. И в малом велик Бог. Аллилуйя. Дальше. Канада. Константин Королев. Игнатий Тихонович, Христос воскресе. Воистину воскресе. Спасибо за добрые слова. Мы начнем поиск билетов и планирование поездки. Школа у нас заканчивается в конце июня. Интересно, в конце июня? А у нас где-то в начале мая что ли? Как долго-то у них? Раньше приехать не получится. У жены могут оказаться задачи, которые нужно будет решать. Поэтому не исключено, что опять привезу и отвезу детей я. Но надеюсь, что получится у нее. Буду сообщать вам по мере поступления информации. Дальше. Сергей Игнатов. Христос воскресе. Воистину воскресе. Украина это. На пасхальной неделе читается канон Христового воскресения. А потом обычное правило без молитвы Царю Небесный. Вы учили нас совместной молитве по скайпу. И ее желательно, Сергей, продолжит. Но такое ответственное дело потянет такой человек, как ты с помощниками. Если ты занят, то помощник замещает тебя и осуществляет управление чтением молитв. Как это делал Игнатий Тихонович, который возрадуется, что мы, собранные Господом на совместную молитву во имя Его, сохранили живое, непосредственное молитвенное общение между собой. Видите как? То есть я уже полностью отхожу от них. Ведь когда-то каждого из нас не будет в этой скоротечной земной жизни странника. Но угодное Богу дело должно передаваться из поколения в поколение до скончания бека. Да, и детям, и детям, и детям, дальше Писание говорит, передадут. Да благословит тебя, Сергей, Господь, через совет Игнатия Тихоновича, как поступать в этом вопросе нашему сообществу, которое тянется к вашей крестовозреженской общине. Я не всегда бывал из-за командировок, а то и на родении. В чем каюсь на молитве со святыми? Для меня такие молитвы с комментариями Игнатия Тихоновича всегда были и будут полезными. К ним, безусловно, нужно готовиться, распределять роли, кому и какие молитвы читать, произносить вслух по памяти. Спаси Христос! О, даже спаси и запятую поставить, а то тоже разобрались. И вдруг вчера мне один пишет. Реклама, 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 реклама. Это какой-то Капитан 7. Капитан 7, Яндекс.Бай. С праздником! Христос воскрес! Воистину воскрес! Кавычки открыты. Мир вам, дорогой гость! Написано на вашем сайте. Но мира нет. Зашел на ваш сайт найти книгу Сераха и скачать ее. Письменную, аудио, не надо. Не нашел такой книги. Да у нас и нету этого в любом магазине. Зачем мы это будем брать где-то? Нет. Мы не... Это в любом магазине, везде есть. Не нашел такой книги, да? И искать от Билла охоту, обилие и засилье различных всплывающих рекламных окон на вашем сайте. Он может быть ошибается, может быть на форуме, на сайте вообще ничего нету. Там только материал стоит и все, там и сообщаться нельзя, ничего нет. Видимо, про форум он говорит. Который отнимает не только время, но и таким образом перенаправляет пути духовные у посетителей вашего сайта. Неужели все это происходит без вашего ведома? Именно так, я даже не знаю, не слышал. Что это такое? Дальше. Или вам за это деньги платят? За рекламу? Ничего не получал ни разу, ни рубля. Скажите, как можно просматривать ваш сайт, если с переходом на каждую его страницу появляется всплывающее окно на 20 секунд, которое закрывает почти все содержимое вашего сайта? Ну, и речь идет о форуме, конечно. Почему? Мне надо так отвлекаться. Это окно закрывается и сразу же появляется новое в другом месте. Совершенно никуда не годится. Получается, ты гоняешься за этими окнами, чтобы их удалить бесконечно. Вы следите за своим сайтом? То есть мы следим, но у нас нет этого. Вот у вас всплывает, а у меня оно не всплывает. Я не вижу ни на одной форуме, вообще не видел. Не знаю даже. Или деньги дороже рекламы? Нет, от рекламы. От рекламы. Зачем выбросил-то слова? Ага. Вы рекламируете колдунов и провидцев по ходу проповеди об Иисусе? Еще себе. Вы рекламируете видео с намеком о совокуплении под видом тестов игр? Ой-ой-ой. А игры о чем? Да все о том же, что после них игрок обретает черную душу и мысли под контроль сатаны дает. Вы РПЦ критикуете о торговле? Ну а реклама на вашем сайте, да еще такого содержания, бесплатно или за пожертвование? Будете оправдываться, что нет средств на содержание сайта? Я его не содержу, я ни копейки не платил никогда. Так и в РПЦ есть оправдание? Не крадут, а торгуют. А торгуют? Бо не машет, за что жить попу. Похоже, что вас настиг возвратившийся бумеранг, пущенный вами в РПЦ. Нет, ничего. Главное, за истину он называется где-то. Я тут же сообщил в администрацию сегодня ночью. Дальше. Как пользоваться вашим сайтом, если там весь контент из навязчивой рекламы? Зачем это мне тут? Я зашел на ваш сайт по совершенно иному делу, а мне навязывают несусветную чепуху. Разочарован. Прошу прощения, не знал, я написал, и это мы постараемся разузнать, как и почему, и что. Ничего этого не знаю. И как это можно исправить? Ни рубля никогда не получал, ни за какую рекламу на нашем форуме. Это о форуме. И вдруг пишет утром, вот, Наталья Усатая. Наталья Усатая. Христос в воскресе. Отец Игнатий, с праздником Светлой Пасхи. Поклон вам мой. Хочу поблагодарить вас за труд всей вашей жизни и тем, кто помогал вам. Я родила мальчика, назвали Захарий. Крестить, когда не знаю. Только уповая на Господа, моего Иисуса Христа, чтобы послал мне истинного священника. Постоянно нахожусь на ваших ресурсах. Очень плодотворные занятия по скайпу. Через ваши проповеди я стала близко ко Господу Иисусу Христу. Голос ваш строгий побуждает во мне страх Божий. Бежать от греха. Страсти мои, словно засохшие ветви, стали отпадать. Видите, какие вещи пишут. Детям в садике снимают кресты. Я разговаривала с заведующей садиком. Она сказала мне, что вышел закон. У детей на шее ничего не должно быть. Опасаются за жизнь детей во время игр. Может произойти удушье. Удушье от креста. Понимаете, даже придумать не знаю, что такое. Она была за 2000 лет, не было. Как она может быть удушье? Где, за что зацепиться? Как за... Ну ничего нет. Ну то есть придумали. А может быть во время игры кого-то зацепит крестом и убьет. А удар такой сильный будет. Муж смирился, что я ношу платок. После родов мы с ним очень поссорились. Но я дала ему понять, что я православная христианка. И не позволю никому портить детей и учить их разврату. И развода не боюсь. И депорта тоже. Депортировать. Что выгонят их из Германии. Он подумал и успокоился. Очень хорошо сказали на занятиях, что если муж не верующий, то жена становится главою. Я его не учу. А только говорю ему, где он не прав. И привожу пример. И он прислушивается и понимать начинает. На вас ириец. Муж того есть. Отец Игнатий, вы очень близки мне по духу. И Игорь Дыбунов. Я, как и вы, все понимаю. И воспринимаю и сразу же меняю. И что не спасительно, для моей души все отсекаю и исправляю. Через ваши видеоролики Бог мне открыл истину. Я так сильно горела желанием принять монашество. А получилось наоборот. Замужем за иноверца. За иноверцем оказалось. Если бы была монахиней, то никогда бы не узнала, кто есть Бог и как спасти душу. Меня этот вопрос мучил долгие годы, все 29 лет. И когда я окончательно поняла, что иду прямо в ад, во время ночного евангельского чтения, меня что-то побудило позвонить вам ночью по скайпу. И вы дали мне ясный, понятный, душеспасительный ответ. Ваши слова пронзили все мое тело до нервных окончаний. Вы разбудили меня. Много ночей не могла спать. На каждый вопрос на вашем сайте сразу же получаю ответ. Хочется обнять вас и поплакать у ваших ног. За ваши труды. Вы самый близкий мне человек по духу во всем земном шаре. А я уж думал, что нет уже таких истинно верующих людей. Но Бог услышал меня и показал, что есть. Я молюсь за вас и всю общину. Хотелось бы купить ваши книги. Трехтомник. 19-й том открытым оком. И первое-второе издание к истинному православию. Денег у меня нет, чтобы сразу купить. Но если возможно, вы мне напишите банковский счет, на который я смогу перечислять каждый месяц по 50 евро. А книги вы вышлите моей сестре в Москву. Когда приедет ко мне в гости, привезет сюда, в Германию. Пересылка в Европу не совсем дешевая. Я напишу, сколько есть. И не надо по 50. За один раз мне ходить, получать. Это вообще даже говорить не надо. Я напишу. Пока ребенку моему не исполнится 3,5 года, я не могу ни работать, ни учиться. Слава Иисусу Христу за все. Значит, она еще просит. Это какие книги? Трехтомник, 19-й том. Интересно, почему 19-й? И первое, второе издание. Первое. Первое. Второе издание. К истинному православию. Так зачем первое? Первое и нету. Но ушло, поэтому второе было. Она не поняла, видимо. Ну, а дальше все это понятно. Выслать надо. Нужно адрес сейчас запросить. И мы это сделаем очень быстро. В течение одного дня. Ну, вот так. Ну, и теперь что? Показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Я его очень люблю. И здесь вот вверху мой телефон. Это адрес сказать интернетный. Ну, и дальше все раз, что было, уже все сюда перенесли. За ночь поставили богослужение. Сейчас 42 минуты. Сняли. Полное. Первый раз такое было. И сегодня тоже, хочу сказать, без священника было. А тут со священником. И вот форум. Интересно. Ну, где-то уже больше недели, наверное, стабильно стало держаться. 737 посетителей за день. Было 350. Сразу шагнуло в два раза больше. Притом регулярно. Вот он как выглядит. А то вот здесь, видимо, реклама всплывает. Нет, ни разу я не видел рекламу. Или она выборочно всплывает только у человека. Ну, у нас стыд блокировка рекламы. У меня стыд у вас тоже. Видите, вот это. Это блокировка? Да. Ну, а он ее может поставить? Может, конечно. Ну, надо, чтобы сам себе поставил. К нему она не заходила. Ну, что я буду делать? Я даже не знаю. И говорит-то все хорошо, правильно. Ну, и вот дальше это православный наш видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, теперь работает. Еще, видишь, уже за ночь сколько поставили замки. Снимать только мне надо смотреть, что есть, как. И что здесь? Вот православный концерт. Дети ставят сколько? 438. Теперь, что такое? Слово о благовестии. Тоже вчера, это утром. 798. Вот. И в ночь пасхальную, там что-то тарапеза, сколько? 876. Видите, какая разница? И были наверху, на колокольне там звонили. Я назвал ее так. Один муэдзин приносит пользы больше, чем тысячи колоколов. И вот, она 6 минут. И сколько тут? 784 просмотра. Ну, то есть, люди смотрят. Кому надо, тот смотрит. Ну, и самое большое у нас, это православный библейский сайт. Вот это сайт. А тут как всплывет? Тут всего две страницы. Никак. И вот здесь, самое ценное, вопросы и ответы. И сейчас мы будем дополнять отсюда, какое у нас сейчас идет. Будущее мира и грядущий суд. Вот сейчас мы начнем это говорить. Будущее мира и грядущий суд. О, вчера я на это не поторопился и остыл. Считаем. Попров 3051. 16-й том, открытый МОКОМ. У последних святых перед революцией было ли ощущение, что нет никакой святой Руси, а грядет беда за языческую жизнь? Ответ. Совсем близко к революции был Иоанн Кронштадтский. Но у него о том было... А у него о том только проблески. А он плыл во своей славе, в богопочитании от народа, и был чрезвычайно двойственным. Один на молитве, и когда вставал, он как бы и не он, а его двойник выходил к народу. И удивительнее всего, что этого не видели окружающие и не видят сегодня его почитатели. Яромонах Михаил, доцент Санкт-Петербургской Духовной Академии. Пишет. Святой и праведный на Кронштадтске. Полная биография с иллюстрациями. 77 фото. Москва. 1991 год. От издательства. Архиепископлавок. Председатель фонда от Святого и праведного на Кронштадтского. 398 страниц. Какая книга? Я пишу прямо. Страница 16. Семинарий отец Сан был старшим над архиерейскими певчами. Это должность над самой некультурной, пьяной и распущенной в прежнее время частью бурсы. Едва не сгубила даже Ивана Ильича. Это его такое звать, гражданское имя. Его спасла огромная любовь к матери и помощь Божия. Вот его, пожалуйста. В какой среде был? Откуда революция-то пришла? Страница 26. Одно время твердо сложилось у Сергиева решение идти вглубь Северной Сибири и Америки к неведущим Христа, постричься в монашество и поступить в миссионеры. Но мало-помалу с этим решением... Поступить в миссионеры. Миссионеры нельзя поступить, если таланта на это нет. От Бога. Но мало-помалу с этим решением вступили в борьбу новые мысли. Сергеев не мог не заметить, что рядом с ним не менее язычество, чем в Африке. Он видел, что дикари Петербурга знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии. Страница 40. Страница 40, это все в кавычки взято дальше. Ни слова не добавляется. Он стал читать Писание. И как читать? Не всякий читает эту книгу. Книга одинаково. И отец Иоанн читал не так, как мы. Священное Писание книга необычная. Ее во нужно читать. Проникая в глубины его до конца. До дна. И отец Иоанн, по собственным словам, годами учился читать Священное Писание. Перечитывал страницу за страницей, стараясь вникнуть во все оттенки смысла. Он десятки раз перечитывал святые страницы. И, конечно, каждый раз находил действительно новое золото в богатых в рудниках Евангелия. Хотя оно ему уже давно и знакомо до слова наизусть. Когда будешь надлежащим образом смотреть на Слово Божие и читать его, то увидишь, как закипит в душе твое святое стремление ко всему истинному, прекрасному и доброму. Или, говоря языком богословским, к богоподражанию. Так как Бог есть высочайшая истина, красота и добро. Это пишет кто там автор. Страница 44. Он чувствовал с большой глубокой болью падение внимания к службе церковной, усиливающейся равнодушие ко Христу, и не склонен был обвинять в том одних слушателей. Нет, тут были виновны и совершители. 49. Жили посадские землянках. Здесь семилетний развратен и вор. Семилетний. Семилетний. Семилетний, вот как. И главное, десятилетний, а как пишет Достоевский об этом, и уже, говорит, развратен. Десятилетний и уже развратный. Вот тебе революция. А это даже пишется в семилетний. Развратенный уже вор. Семь лет. 68. Или 69. Обвиняли отца Иоанна и в основании какой-то небывалой секты. Упрекали в небрежном будто бы отношении к своим обязанностям в извращении священного писания. Мало того, стремились доказать, что почтенный пастор разрушает семейные узы и кичится своими благодеяниями. В 1892-3 году по поводу одной типографской обмолвки напечатано от Святой Троицы. Вместо «Единства существа» написано «Единство существ». И одного не точно понятого богословского термина отца Иоанна стали упрекать даже в неправославии. И он смутился. Боялся, что этот не вызвавший недоразумение повод вызовет смуту, подорвет доверие к его пасторству. Меня хотят лишить доверия России. Ну, тут как раз ролик, сегодня я поставил о нем, говорится, где его считали, что Христос пришел. Это Христом его уже стали звать и секта образовалась. Сегодня как раз такой вот ролик. И надо же, и такой же вопрос попался. Римлянам 3.12 «Все совратились в пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Притча 14.34 «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Осия 11.7 «Народ мой закоснил в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно». Вот там вопрос о революции. Понимали ли, говорили ли кто? Вот я нашел о ком. «Никто не выживет в проклятой кутерьме, то реформисты лезут, то фашисты. Казалось, переморят все в тюрьме, уж столько туч с утра на нас нависло. Но милостью творца к презренной твари, откуда-то цунами с сочной рыбой. Хлебы умножатся и скиснут на опаре, самоакрида будет в рот к нам прыгать. Из безнадежности вдруг выплывут псалмы. Глухонемые арфы оживают. В небесный град, в святой Иерусалим мы ставим вехи, часто без названия. Свой опыт оглашенным отдаем. Бог и Его вас ждет, нас пусть дождется. Авансом многое дарует и взаем. Не залежится дар, и пусть не станет черствым. Гимн слышится, как тает по весне. Уносит мусор праздника в останке. Ей за безделие некогда краснеть. Оправдываться, как попы по-хамски. Евангелие строки воплотить, распахивать и сеять повсеместно. При изобилии сохранить посты. При голоде в чужое не залезть бы. Не выживали, жили на расхват. Востребованы были ежечасно. Вещали о Христе. За нас Он был распят. Распространяли Библию, не басни. Вы видите сады, пруды, строения. Заложено все было в перестройку. Маяк на камне. Штормы не накренет. Не опровергнет враг единой строчки. Живой, уже к умершим вопию. К хулителям, к зверю из коммунистов. Ваш презираемый, готовлю вам приют. Раскаившихся, покажите списки. 22.03.06 Это когда потеряки стали строиться только. В это время был путь ГКЧП. Ну и я сказал, надо построить здесь приют. Гостиницу для ГКЧП. Коммунисты заброшенные. Ой, говорю, вам презираемый. Ваш презираемый. То есть имя меня презирали, коммунисты сажали. Готовлю вам приют. Раскаившихся, покажите списки. Кто раскаивался, тех взять. Чтобы докормить, допоить их. А то стихотворение на такую тему. Интересно. Ну, было ли где-то кем-то еще написано на эту тему? Так. Да, что-то мне мешать будет. Я его закрою. Теперь дальше. Второй вопрос. Вопрос 1034. Третий том открытым оком. Если бы сейчас Бог послал на землю Иоанна Златоуста или Кронштадтского, то люди бы, все стали верующими, и не было бы конца света. Ну, какие вопросы. В университетах, когда я вел занятия, мне вопросы задают. Ответ. Не надо идеализировать. Как сказал поэт, они любить умеют только мертвых. Эти люди, о которых вы говорите, многим были неугодны при жизни. И того, и другого не раз покушались убить. То есть, Иоанна Кронштадтского тоже было. Пригласили там где-то прищищать, и там его сильно избили. Не думаете ли, что современное общество более расположено к святому и к обличительным словам пророков? Это только мертвым строят гробницы и украшают сейчас. А явись они, еще похлеще утворили бы с ними. Мы этих людей можем представить по их трудам. А если бы они молчали, как монахи молчаны, и жили с нами даже на одной лестничной площадке или в одной комнате, то мы бы их совершенно не знали и не признали бы за тех, какими себе их представляем сегодня. Многие сердобольные плакальщики, умиляясь крестным страданием Христа, себя видят в числе его поклонников. А распинатели осуждают. Да что же это были за люди? Да как они могли так поступить с ним? В начале прошлого века в Англии был проведен эксперимент. Судебные демократические реформы давно выкинули всякие жестокости и судопроизводства. Нет уже узаконенных допросов с пристрастием, дыбы, жаровни. Решили заново проиграть допрос Христа, но уже по современному уголовному и гражданско-процессуальному кодексам. Христа представляет человек, отвечающий его словами, сохранившимися в Библии. И приговор английской Фемиды был однозначен, повинен смерти. Понятно. Вот и все. Представьте, что сейчас Христос входит в ваш храм. Идет архиерейская или патриаршая служба в Елоховском соборе. Все чейно. Стоят дипломатические аташе разных государств. Безбожный хор надрывается по нотам. И вдруг раздается грохот и крики. Это какой-то святоша, конечно же, сошедший с ума. Одним рывком опрокинул свечной ящик, рассыпав деревянные пенези. В руках этого экстремиста бич, сплетенный из веревок. И он порет продающих и покупающих налево и направо, невзирая на ссаны и рясы. Скажите по совести, разве господин Ридигер потерпел бы это, не вызвал бы милицию? Вот и озлатоуст говорит проповедь. Представьте, что это происходит во всех храмах одновременно. Проповедь о безумии властей, держащих на Красной площади этот смердящий труп. Пало мерзкое животное. И не впускает в храм ни одного Зюганова, Лужкова, Путина, Ельцина, Горбачева. За то, что они сделали с бедным и оборванным народом. Каким? Обворованным. Ну да, что они... Что ты заступаешься за воров-то? Давай. Когда будет реакция властей? Какова? Какова будет реакция властей? Не торопись. Какова? Вот я говорю, нарисуем эту обстановку. Сегодня бы не было так. Ну как оно было бы? Христос настаивает на том, чтобы Божие давали только Богу. И чтобы божественная свобода, дарованная Церкви, и преданная митрополитом Сергием Строгородским, Кесарю, была бы сегодня же вырвана. И этот договор принародно разорван. Что бы сделали с ним... Что бы сделали? Что бы сделали с ним сегодняшние фарисии в рясах, с этим фанатиком веры. Так точно и с Иоанном Кронштадтским? Им бы заткнули рот в первый же день, как Солженицыну, как архиепископу Ермогену Голубеву. Не обольщайтесь насчет садукеев, сектантов и насчет папистов-католиков. Они все враги и Златоусту, и Иоанну Кронштадтскому. Да и мы-то окажемся не в лучшем положении, как у Марка Твена в «Приключения Гейберри Фина». Сколько патетики в воспоминаниях учительницы, узнавшей, что Том Сойер погиб. Как нам всем будет не хватать его? Но он вдруг свалился в буквальном смысле с потолка, и от этой же учительницы получил звонкую затрещину, которой хватило бы на троих. Это я отвечаю. Мне кажется, что после моей смерти к моим книгам будет иное отношение, и они заговорят в полный голос. И многие будут точно так же говорить. Неужели этого кто-то не мог принимать? Ведь здесь так ясно и аргументировано все на основании Библии, канона в толковании святых отцов. Мне кажется, что с Иоанном Златоустом я сошелся бы полностью, а с Иоанном Кронштадтским только от счастья, и он мог бы стать моим противником. То есть вот такой ответ, я говорю, людям это нравилось, не швыркать. Ну и теперь я закрываю. Вопросы закончились. И теперь нам нужно найти где-то, что говорили, вот два будущего. Вот сюда вот я поставил. А теперь будущее того, что закончилось. Я его должен выкинуть. Теперь этого нету. Так. Ну и теперь мы давай посмотрим, что у нас за этим идет. Будущее. Теперь Вера. Открывая шестая. Вера. Ну перед тем, как начать говорить, нужно две папочки сделать. Будущее. И вот это будущее я должен вот сюда вот поставить. А теперь пиши иди скорее, помогай мне. Никита. Пиши, Вера. Я теряю один. Это куда мы будем сбрасывать вопросы. Теперь снова давай пиши, Вера. Это туда, куда мы сейчас задействуем. Подожди. Вот так, Вера, напиши. Я буду... Ну пока нечего забирать-то. Ну теперь мы начинаем смотреть. Время, конечно, потратится побольше. Так. Первый том и вопросы. С первого по двадцать пятый. Поехали. Первый вопрос. Первые книги. Так, ну теперь тут еще не сделать. Надо все это вытащить оттуда. Вот я сейчас, где делаю так. Захожу, вставляю. После этого надо перевести в другой формат. Вот. Ну и сразу мы начинаем насчитывать. А, вот откуда начнем. Двадцать три, двадцать пять вопросов будет. Давай. Вопрос первый. Первый том. Открытым оком. Ваших вопросах для оглашенных есть такие слова. Вера в душе, смерть. Ну теперь я что-нибудь значит? Вера в душе. Вера в душе. Это смерть. Некоторые говорят, я верю в душе. Это когда я студентам отвечаю, я говорю, вера в душе, это смерть. Есть неприкрытое отречение от спасения, от движения вперед, вверх. Поясните подробнее. Это вопрос. Они взяли мои слова, я отвечаю. Когда сегодня заговоришь с человеком, верит ли он, то ответ такой, верю в душе, в церковь не хожу, поповню люблю. А таковы Христос сказал, Матфея 10, 22, 32, 33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую, и я пред Отцом моим небесным. Вот посчитай, какой вопрос и как зазвучало. Вот красным я выделяю специально Слово Божие. Не трудно ли сегодняшним грамотеем с семинариями, с академией отвечать, Смирнову, там другие, которые... Вот прямо отвечайте так. А что Бог говорит об этом? О вере в душе. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим небесным. Матфея 5, 14. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Лука 8, 16. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Яков 2, 19. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Ничего, вгостил. 1 Тимофей 5, 25. Равным образом и добрые дела явны. А если и не таковы, скрыться не могут. Вера во Христа есть счастье. Самая великая радость – душа будет петь и ликовать. И хотя бы ты очень хотел молчать и никому не говорить о вере во Христа, но из этого ничего не получится. Ликующая песни любви, как благоухан и фимиам будет распространяться от тебя. 2 Коринфянам 2, 16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Еремея 29. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Дальше. Вопрос второй, открытым оком. Первый том. В наше время верующие люди являются теплыми христианами. И многие не знают о том, чтобы спастись, нужно гореть для Бога. Чем можно помочь им? Как зажечь этих людей любовью к Господу? Представь, какие вопросы задают в университете. То есть у нас контингент был совершенно не такой, как даже в храмах, когда вопросы занимаются. Зашел ректор Евстигнеев. Ну ректор, у него 21 тысяча студентов. И он вышел в коридор, он говорит, а что это за люди у вас? А это в его университете. Я говорю, а что? Да к лицу-то у всех прям светятся. Я говорю, как светятся? Он вот так на меня, а вы что, ничего не видите? Я говорю, нет. Ну нормально, это представители краевой администрации, ФСБ, прокуратуры. То есть разные-разные люди были. И он только зашел и увидел это. Ответ. Это силен совершит только Бог. И как видим, с весьма немногими. Мы можем с этим не соглашаться, но это так. Матфея 7.14 Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Третья ездра 9.15 Я прежде говорил и теперь говорю. И после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся. Как волна больше капли. Откровение 3.16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Он спрашивает, можно ли зажечь как-то вера, чтобы была? Иоанн Златоуст говорит, ни я, ни Бог тебе не помогут, если ты сам себе не поможешь. Поэтому каждый сам должен определить себя. А нам никого не разжечь. Мертвец может сидеть, если его подпирать с двух сторон. Так и лживые христиане, пока ты рядом с ними. То есть они делают вид, что верующие. Как правило, они переполнены обидой и постоянно выискивают ее. Жалуются и жаждут, чтобы их жалели. Сатана очень это любит. Это его контингент. Имей страх Божий. И, быть может, придет и любовь. Запомни, когда он жалуется кому-то что-то рассказать, ему плохо. В жилетку женщинам особенно. Это пропащие. У него ничего не будет. Вот у нас, который там из Потеряевки выселен был. Ну, который Татьяна тут попала. Домик, где Роман есть. Он все, кажется, в жилетку всем женщинам плакал. И, наконец, пал прелюбодеяние. Все разрушил, потерял православие. Все. Никогда женщинам не жалуйся. И виду даже не подавай. Мы переможем все. Это мне нравится, это выражение у Шолохова. Судьба человека. Ваня, мы сильные, мы переможем. У того никого нет, и два встретились сироты. Дальше. 1 Коринфянам 3, 5 по 16. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. По всему и насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Вот кто сам строит, основание заложено, и на этом все. А то как его разжечь, как? Никак не разожжешь. Он рядом с тобой будет так кваситься и хлюпать. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Даже не знают некоторые. Вопрос третий, первый том открытым оком. В чем смысл жизни? Какая роль человека на земле? Ответ. Жизнь во Христе – возврат в исходное райское состояние. Расшифровкой этого, то есть что нужно для этого делать, занимались апостолы. Деяние 237-40. Услышав это, они умилились сердцем. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы же братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И получите, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего разращенного. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Роль человека на земле быть полномочным представителем Вседержителя, возвещать его волю о скором его пришествии. Все, что вне Христа, находится вне закона. Оно другое, чуждой природы. Кто бы это ни был, это не овцы его стада. Матфея 10, 16 Самих восстанут люди, которые говорить... Ага. Ой, переметнулось. А ну-ка, подожди, я вернусь сейчас. Где здесь? Что это такое? Ого, вот оно как было. Давай-ка. Матфея 10, 16 Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Деяние 20, 28, 32 Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями. Постить церковь Господа и Бога, который приобрел в себе кровью своею. Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми священными. Данно предаю вас, что Богу и Слову благодати. Ну на Бога-то все с Богом, Богом везде нет. А благодатью тут уже поверить, что и Слово Его идет. Сверяйтесь. Иеремия 1.10 Смотри, я поставил тебе в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Вот для чего поставил. Посолом 143.3 Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и Сын Человеческий, что обращаешь на него внимание. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана нести святое Слово в сердца людей, томящихся в грехах, и чтобы ты и я были готовы служить Христу, и в горе, и в скорбях. Сомненью прилетевшему порою, как христиане твердо скажем, прочь, мой друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить, и здесь, живя при жизненном хождении, в самом себе Христа отобразить. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать, вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся. Христос на нас взирает. Он хочет просьбы наши услыхать. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтобы здесь, живя, Его нам прославлять. Вопрос четвертый, первый том открытым оком. Вера от слышания. А неверие откуда? Ответ. Что такое свет? Ученые хотя бы пытаются объяснить фотонами, колебаниями, волнами, излучением. А что такое тьма? Это отсутствие света. И более ничего. У веры есть определение. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. И есть семя, от которого она рождается. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания. От слышания от Слова Божия. Отсюда делаем вывод, что неверие там, где нет слышания Слова Божия. Менее всего оно слышится. Почти не слышится. В православных храмах, то есть, самые активные насадители неверия, православные архиереи и священства. Они никогда не простят этих слов. В неверии нет ожидания будущей жизни. И нет уверенности ни в чем. Вот и все. И если будет когда-либо суд за гибель русской нации, за развал государства, то на первой скамье подсудимых будет сидеть православный клир с патриархом и школьные учителя. При покупке дома не дремли. Не дремли. Не дремли. Не дремли. Главное фундамента смотри. Ни подмазки, ни единые щелки, трещинки, наклона, разрушения. Остальное легче. Недоделки. Мелочи текущего значения. Так и в вере. Главное смотри. Бог один, а ипостаси три. За кого Иисуса почитаешь? Слово Божие в душе. Какое место? Часто ли Писание читаешь? Стало ли Евангелие отвесом? Камень угловой на две стены. Прочие проверит. От сатаны? Основание всей веры изначально. Искупление, голгофа, кровь Христа. Все иное в золоте сусальном. Особочит храмы по местам. Без икон и шагу не ступили. С ними воевали, ели, пили. Сколько на иконах потеряли. Мусульманство, секты и своих. Из бумаги, бронзы и из стали. Слезы, кровь, мироточение с них. Вера православная на память. Тленный, скособоченный фундамент. Властность патриарха и синода. Тоже папство, чуждое Писание. Всех несогласных и в огонь, и в воду. И в цепях морозовские сани. Доскрепели в 21 век. Хор архиереев, сон коллег. Хилые священники в попонах. К этой жизни присосались в сласть. Тайные сексоты при погонах. Закадили гаденькую власть. Каждый сам... Закадили, если перед ней ходят. Дальше. Каждый сам свой путь устроить волен. Из богослужений, колоколен. Проповедь о любящем мессии. Плотники, рожденном в Вифлееме. Не КПРФ, маразм России. Но евангельское прорастает семя. 11-е, 5-е. 2-е. Игнатий Лапкин. Вопрос 5-й. 1-й том открытым оком. Должна ли у человека быть надежда или уверенность в спасении? Как узнать, что трудишься не напрасно? Почему часто бывает, что хочешь сделать добро, получается зло, неприятность, грех? Ответ Римлянам 5-5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия издяла сердца наши духом святым, данным нам. Надежда должна основываться на Священном Писании, но глубокой вере, чтобы не оказаться в разочаровании, когда надежда не сбывается. Лука 24-21. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Полной уверенности, что человек спасен окончательно и непременно будет в Царстве Небесном вечности у православных, нет. Это есть только у сектантов. Они уже спасены. В кавычках. И даже если и согрешат, то Бог их накажет, но по милости своей не лишит. Но милости. Но милости своей не лишит. Так они толкуют свое положение и разумение пророчеств, которые касаются только и лично царя Давида. Но они любое обетование, данное любому святому, тут же подхватывают и присваивают к себе. Будто бы то, что сказано Аврааму, то это и к нему, к Баптисту. Что к Иванову, что к Иакову, это уж точно к нему, к Баптисту. И что к Павлу было сказано, то и это к нему, к Баптисту. Отсюда такой кавардак в их баптистских головах. Такая каша несуразится. Между собой они не согласны в толковании да приезлиха. И в этой своей уверенности они упираются на следующее местописание. Псалом 88, 31-34. То, что сказано к Давиду, они берут это к себе. По православному учению, уверенность в собственном спасении есть прелесть обольщения дьявола. Так как мы все еще не спасены, но спасаемся, процесс не окончен. Римлянам 8, 24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? То есть то, чему? То чего ему и надеяться? Вот так. Уже уверовавшим членам церкви апостол Павел советуют соделывать спасение. Соделывать? Его не сделано еще. А если оно уже есть, и мы бесповоротно и окончательно спасены, то эти слова излишни. Филипийцам 2, 12. Слава Иисусу Христу! Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте. Главное, совершайте. Оно не совершено. Повторяю. Главное, это здесь слово. Нужно понять, что оно не окончательное. Его надо совершать. Дальше. Сектанты учат совершенно, не сообразуясь с Библией, но основываясь только на самообольщении и духовной слепоте. Полученное уже спасение после уверования легко потерять. Можно быть вычеркнутым из книги жизни. Откровение 3, 11. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Многие из верующих делаются отступниками, терпят крах и становятся врагами истины. 1 Тимофея 1, 19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Вот, значит, можно потерпеть. Я говорю, баптист, разговариваю. Ну, потерпели. Он никак не может понять, что потерпели кораблюшение в вере. Корабль опрокинулся. Дальше. Филиппийцам 3, 18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Они уже поступают, как враги. Сирахов 34, 1. Пустые ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. Когда таким святым, как Антоний Великий, показано было шествие души, праведное по мытарствам, и ученик его видел, как она беспрепятственно проходит одно мытарство за другим, среди полков злобных духов, то радовался и говорил, брат наш спасен. Но наставник удерживал его, говоря, подожди, еще не ясно, чем все закончится. И наконец было показано, что отворились врата неба, появилась рука, приняла душу, а и врата небесные снова затворились. И тогда опытный старец перекрестился и сказал, все, теперь я вижу, он спасен, аллилуйя. О том, чтобы знать, что трудишься не напрасно, святые советуют закреплять звание христианина. Евреям 10, 38. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Слово «если поколеблется», значит он допускает, что может поколебаться. 2 Петра 1, 10. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Значит, допускает, что можно приткнуться, и его нужно твердым делать. Дальше. Начатое шествие со Христом требуется сохранить. Евреям 6, 11. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. До конца. Значит, борьба идет, и еще неизвестно, до конца ли будешь такую же надежду, ревность. У англичан есть хорошая пословица. Если твое дело не терпит сопротивления, то оно не устоит. У православных существует мнение, что если делаешь добрые дела и не встречаются искушения, то оно не приемлется Богом, не испытанно в огне. Все, что мы делаем, делать должны с радостью. Мои дела все проверены многократно. И властями, и неизвестными, кто нападает. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Так, понятие свобода и тюрьма, такое же, как свет и рядом тьма. На мизерном, затаренном пространстве бушуют арестованные страсти. Колючее железо и штыки, конвойного надменные шаги. Бетонный пол, решетки на окне, душа испепеляется в огне. А совесть мечется, за прошлое цепляясь, раздавленная человечьим лаем. Свободы клин еще в крови блуждает. Статьей кодекса и сроком зарастает. Свободой бредим. Ну а где она? Свобода вся огромная тюрьма. Утробы младенец заключен невинный. И к матери привязан пуповиной. То есть он тоже не свободен? Едва родившись, поселился с нами. Хватаем, бьем и вяжем пеленами. Все смертные утления рабы. Вожди, герои спрятаны в гробы. Привязаны к дому, к огороду, к стране. К винтовке за плечами на спине. Летает в космосе творец земной из грязи. К земному тяготению привязан. Калиф на час глумится над тобой. И реквием рыдает над тюрьмой. Монах, невольник, тычется в углы. В привязанные койки и столы. Чужие люди, ты для всех чужой. Срастерзанный, раздерганный душой. Свободы нет. Везде рабы страстей. Распятая свобода на кресте. Ко мне придите, слышится с креста. Свободы час для грешников настал. Свободы от греха и суеты. Даруются с голговской высоты. Но есть мученье ад, искрежет от надрыв. И рабство рабств космической дыры. Бесплодный крик. Отчаяние повис. Над пропастью порока и убийств. То черное отчаяние дыра. Наукою отчерчено вчера. Ни свет, ни волны выхода не знают. У той тюрьмы, где грешники рыдают. О ужас тьмы. Из сжатия кольцов. Неверие колючее лосо. Спасти от этого лишь кровь Христа сильна. Когда при жизни принята она. Душа свободна от греха и тьмы. И не боится никакой тюрьмы. Тюрьма. 1980-й год. Игнатий Лапкин. Все, Игнатий Лапкин. Да. Ну, понимаешь, надо пометить, где брать в следующий раз вот это. Ну, что получилось. Готов сменить?